в школе Шаркеев хочет подняться к вам это не будущий первоклассник журналист говорит вот это не они это вот Крупская У меня буквально вчера были ассоциации с Надеждой Константиновной Крупской, общаясь с директором 20-го школы. Добрый день. Надежда Константиновна. Ассоциации сразу с госпожей Крупской. С вашим коллегой вчера они разговаривали с 20-го школы директора. Он про нее заикнулся. Смотрите, ситуация какая. Я имею отношение к журналистике. Что мне привело? Я сам в Щебоксарск. Что мне привело в Щебоксарск? Назвать это скандал? Не скандал, не знаю. А это что у вас скажите, пожалуйста? Вы записываете? Это диктофон. Вы записываете? Ну, вы публичное лицо или нет? Да, я не хочу этого делать. Почему? Не хочу, чтобы вы записывались. Какую цель вы записываете? Ну, чтобы владеть информацией, чтобы не было отсебятины моей личной представления какой-то тематики на поставленные вопросы. Чтобы отвечал непосредственно тот человек, который имеет отношение к тем вопросам, которые я буду пытаться задавать вам. Ну, это, наверное, мое личное дело, отвечать или вообще с вами беседовать? Ну, смотрите, я 20 минут назад разговаривал с Салаевой. С Салаевой. Она ваш, можно сказать, даже прямой начальник, да? Такие же вопросы задал Панова Щебоксарского. Откуда я знаю, вы разговаривали с Салаевой? А они сейчас садик открывали в Солнечном. Видео могу показать, я также записывал на эту камеру. Меня знают, ну, не знают, это, ладно, не буду хвастаться, ладно. Это, я разговаривал заучим с 19-й школы, с директором 20-й школы. Сейчас разговаривал с директором 17-й школы. В общем, вы идете по этому маршруту. Да, да, да. Вот мне вот первые лица, да, которые непосредственно... Я вам первые отказала. Пытаюсь отказать. Да, вот первые пытайтесь меня как-то отказать. Вы же продолжим нашу веселье. Ага. Аня, ты не уходи, пожалуйста, ладно? Вопросы простые, относительно. Нехватка училей, увольнения какие-то, возможно, массовые, да? В преддверии начала учебного года. Первого сентября в том числе. Ой. Извиняюсь. Первого сентября в том числе. И вот какая обстановка у вас в Новочебоксарске в этой части и в вашей школе именно. Потому что я разговаривал с директором 20-й школы. Он практически за всех ответил, что в среднем от 10 до 20 человек учителей нехватка. Часть учителей уходит с 13-й в 17-ю. Это не он говорил. В 17-й в 13-ю и обратно. Вот какая-то беготня. Помилуй Бог, у меня этой беготни нет. В общем-то, у меня те учителя, которые уволились, они уволились из-за индексации пенсии. Ага. Смотрите, я озвучу, что написано в интернете. Была какая-то проверка прокуратуры? Здравствуйте. Была проверка прокуратуры? И по заявлению, к сожалению, не знаю кого, о понуждении учителей участия в предвыборной агитации. В прошлые годы, праймерисы этого года, в будущие выборы, которые нам предстоят. Государственную Думу депутатов Госсовета Чуверской Республики. Вот эти вопросы. Ваши учителя и вы, в том числе, все далеки от политики. Вам никто не рекомендует ни с администрацией, ни с городского собрания. Не смотреть телевизор, там вы когда слушаете Владимира Владимировича, там или Медведева, там или какие-то господ начальники. Когда вы успеваете, если есть возможность. Что надо помогать кому-то в чем-то, чтобы достичь определенных политических результатов. Нет. Нет. Нет? Нет. Вот возвращаясь к Надежде Константиновне Крупской. Да. Вот этот товарищ, ваш коллег, сдайте как сказал. Прям фразу и перевозка. Кто завладеет учителем, тот завладеет народом. А это был вопрос, связанный с агитацией. И он сказал, у справедливой России ничего не получится. Потому что все учителя под крышей нашей партии власти. Я даже не хочу вот этот вопрос, я вам могу сказать. Понятно. Вы далеки от этого, скажите честно. Вы далеки просто. Вы в чем партии? Да, в чем партии. А, ну, а какой? А у нас все директора Чувашской республики? Примерно. Я не знаю, все директора, я думаю. Ну, Чебоксарские все? Нет. Может быть и нет. А, ну, вот ваша партия, я без партии. Ваша партия как-то вот говорит вам, а может вы поможете как-нибудь без отрыва от производства? Нет, не знаю. Вы сами это делаете? Добровольно? Я не делаю. Не просите ваших там подчиненных? Не прошу. Они сами делают? Они не делают. У вас все шикарно. Все сами ставят. Смотрите, а у вас есть родительские чаты? Есть. А если туда поставить фотографию волонтера? Мы не ставим тебя, там нет волонтеров у нас. Ну, я примерно, я не знаю, я просто ехал сюда, смотрю фотографии. Вы знаете, я сейчас… Петрова там… О, Петрова. О, Петрова. Ольга Сокрова. Да, да, да. Со школы по-моему искусств директор. Да. Да. Выделил фотографию там где еще. Популяризировать. Ну, по-всякому не плулиризировать. Вчера. Фотографии достаточно неприятные даже. Мы на рынке увидели. Да. Да, здесь стоит. Да. Печально. То есть неприятно. Да. Такого нет. Нет. Что-то эти за хулиганы такие, а? Понятно. Так. У вас все шикарно значит. Я прям очень за вас рад. Ну, вы знаете, каждый раз… Везде есть отголоски проблем, да, есть отголоски. Вот последние две школы вот сегодня. Прям вот хочется за них порадовать. У меня проблемы другого характера. Я понимаю вашу проблему. Я имею отношение к педагогике, я участвовал в родственных отношениях с моими родственниками-ректорами там. И у меня мальчик тоже заслуженный учитель в России. Ага. И я вот как-то вот знаю, как меня с самого с детства терроризировали. Представляете? Не в плане участия выборов, а в плане, что надо учиться. Музыкально. Что не надо учить? Музыкальная школа там. А мы хотели гулять. Представляете? Играть в футбол. На качельках кататься. Вы научились музыке? Да. Шарю на баяне, на гитаре. Вас это радует? Радует. Вот видите, вас не зря даже составляют. Даже умудрился два вышка образования получить. Видите, как хорошо. Ага. Потому что я понимал, что своим маленьким ростом, немощным, я не смогу шпалы складывать, рельсы и так далее. Мне надо куда-то идти в интеллектуальное будущее. А я на тракторном заводе работал, кстати, в формовке на тракторном. В формовке, в литейке, в горячей цехе. Я закончил тогда еще машиностроительную технику. Я знаю, что такое физическое. По идее. Ну, полезно надо. А? Полезно физически. Да. Ну, он там угораживает, помогает поддержать себя в какой-то определенной форме, возможно, спортивной. Так. Ну, приятно было с вами познакомиться, пообщаться и понять, что все-таки вы что-то не договаривались. Ну, почему не договаривались? Я вам что-нибудь... Я вам могу сказать. Ну, вам это неинтересно освещать то, что творится в кулуарах вот этой машины? Это неприятно. То, что я вам говорю. Нет, неприятно то, что сейчас вот такая пошла волна обсуждения, учителя увольняются, но вот я смотрю на список, кто меня уволил там. Человек, которому 70 лет, наверное, имеет право уволиться. Имеет, имеет. Да. Которому 62 года. А много там? Они уволились. А вот посмотрите. Я смотрю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек уволились. Все по возрасту. Нет. Они уволились, они вернутся из-за индексации пенсии. И еще бывает, рожают ваши коллеги, говорят. Прямо только устроится. И раз, и в дамках. Мы рады, что нет. Ну пока... Демократическую ситуацию надо в стране тоже понимать. К сожалению, сейчас пока вот у меня в таком возрасте находится, что это уже все. До декретного отпуска выходит одна. Ну, в завершении маленькое напутствие. Пожалуйста. Не мешайте избирателям делать правильный выбор. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Уже вы видите немало лет, и поэтому не хочется каких-то неприятностей. Хочется жить спокойно. Нет. Но только... Смотрите. Если возникают у вас непринятности, да, вот возможно, да, вы повернетесь там как-то другим местом, да, к тем, которые вас будут что-то просить. У вас есть возможность потерять это место работы. С хорошей зарплатой. Поэтому надо лавировать. Лавировать. Я это все знаю прекрасно. Ну, вам куда деваться, вы член партия. Ну, мое-то мнение уже в отношении моего голоса только меня касается, да? Ну, ты же, понятно, понятно. Ну, тихонечко попросил, ну... Марья Петровна, ну, а почему вот там где-то вы не попросите там чуть-чуть? Сейчас все очень зыдко, поэтому нужно уметь... Социальные сети великой силы. Да. Можно даже не личному там за стол никого не сажать, глаза не смотреть, а просто написать в чате и фотографию. Вот этот товарищ должен угадать невозможно. Нет? Все, спасибо. Так, куда? Сюда? До свидания. До свидания.